Ну чё, всем привет! У меня тут дети опять после бассейна решили немножко погулять. И мне есть полчасика с вами поболтать. Вот, так что если о чём-то хотели спросить, можете спрашивать. У меня, ну типа выходной, да. Но у меня так, чтобы прям рабочих-рабочих дней всего три, когда у меня есть занятия. Вторник, среда, пятница. А по остальным дням я типа выходной, да. Могу не вести занятия, а могу делать что-то другое. У Фоксфорда большой офис. Ну смотри, во-первых, мы не просто Фоксфорд. Мы такая компания, называется Нитология Групп. Это шесть лет назад Фоксфорд, ну тогда мы назывались toeg.ru. И компания Нитология объединились в одно. И вот мы стали так называться. И там кроме Фоксфорда, Нитологии, ещё есть этот Маркет. И ещё там разные дополнительные направления. Вот. И суммарно площадь офисов, которые занимают все эти люди, я не знаю, уже, наверное, пару тысяч квадратных метров. Но у нас одних вебинарок штук 20-25. То есть у нас одновременно занятия проходят около 15-20 в каждый момент времени. Поэтому, да, мы довольно большие. Когда стрим для студентов, в какой-нибудь пятницу вечером. Я, ну просто, я даже хотел на этой неделе. Но что-то я чутка устал. Вот. И какой-то был такой выжатый совсем. И в четверг я решил, что в эту пятницу не будет. Вот я посмотрю, какой я по своему состоянию в четверг. Если у меня будет ощущение, что я готов что-то дополнительно сделать, то будет в пятницу вечером стрим для студентов. БВ, а с вами в комнате сидит кто-нибудь, когда вы ведёте занятия? Ну смотри, по-хорошему у нас есть модератор, который помогает там всё подключить, выложить презентацию, там чистить чат от спама, быстренько отвечать на какие-то технические вопросы. Если ребёнок пишет, что там, школьник пишет, что проблемы со звуком, он там ему говорит обновиться там или ещё поменять браузер. Ну что-то такое, да. Но и раньше это было, а сейчас, когда большинство людей уходит на удалёнку, то чаще всего этот модератор, он физически не сидит в этой комнате, он через TeamViewer работает. То есть он подключается удалённо, и все настройки, которые нужно помочь сделать, делает он, но не присутствуя в комнате. Вот, по-моему, за этот учебный год, хотя он ещё не такой длинный, сколько тут, недели четыре прошло, так что физически со мной за это время, по-моему, то ли один, то ли пару раз был. Вот, так что можно считать, что я почти один это делаю. Ну и вообще сейчас эта новая вебинарная платформа, которая у нас стала, там всё-всё гораздо проще с точки зрения, не нужны никакие дополнительные эти приложения, прямо всё-всё в браузере запускается. Так что роль модератора сильно уменьшилась. Сохраню ли я эфир? Ну, если будет всё хорошо, если Инстаграм не затупит, он обычно в конце, как я понял, в прошлый раз предлагает сохранить, и если будет интересный разговор, то так же, как в прошлый раз, выложу его на свой параллельный Ютуб-канал. Кажется, что сохранять конкретно в Инстаграме – это странно. На мой взгляд, Инстаграм – это не то место, где люди смотрят часовые видео. Здравствуйте, ПВ. Будет ли видео о векторах и их пользе? Или уже есть что-то подобное на канале? Кажется, что нет. Но я сделаю что-нибудь, да. Что-нибудь расскажу. Я понял запрос. Ну да, наверное, можно. Просто я не очень люблю такие вещи. Ну, такая вот, знаешь, аналитическая геометрия. Но в целом, честно, рассказать про вектора, чтобы ты понимал векторы, да. Векторы надо говорить. Чтобы понимать, откуда взялись всякие формулы, там, для скалярного произведения, через координаты, там, может быть, про векторное произведение поговорить. Может быть, даже про смешанное. Наверное, надо сделать по серию видео про векторы, там, на плоскости, в пространстве. Так что, когда-нибудь будет. Просто проблема в том, что что-то со временем совсем туго. Вот. И я уже много кому чего обещал. И редко получается прям все это выполнить, потому что, ну, раз, и какой-нибудь повод выложить какое-то другое видео, там, или что-то быстренько записать. То есть, там, хочется что-то сделать. Раз, записываешь, выкладываешь, и всякие вещи, которые кому-то когда-то обещал, они так складируются в стопочку того, что будет когда-то сделано, но когда не очень понятно. О, Борис Викторович, когда в доту, это такой, это локальный мем, ребята постоянно меня уговаривают поиграть в доту и сделать про это стрим. И на каком-то стриме где-то в мае я пообещал, что летом, когда у меня будет свободное время, я установлю эту доту и попробую поиграть. Если понравится, то что-то запилю, раз вы очень хотите. Но я честно попробовал установить. Вот, но мой комп, на котором я постоянно работаю, он его немножко не потянул, ее, там, у меня даже, по-моему, не хватило не то, что оперативной, просто чисто физически не хватило памяти, чтобы все это установить. Вот, и я что-то решил, что не, настолько я не готов к тому, чтобы обновлять, там, свое оборудование, чтобы играть в игрушки. Вот, так что заморозился этот вопрос. День добрый, будет ли в будущем видео по вышмату 1-2 курса? Ну вот, Матанчик будет, точно будет, потому что я уже даже обещал, что как только будет 5000 просмотров у предыдущей серии, будет продолжение, а у вас там уже то ли 4700, то ли 4800 у последней серии Матана. Поэтому на следующей неделе точно выйдет серия Матана, и я так думаю, что, может быть, и чуть-чуть более регулярно это станет выходить. Вот. Что-то еще может быть когда-нибудь, если прямо будет большой запрос, можно и про дифуры поговорить, там, не знаю, и про аналитическую геометрию, но, опять же, да, все упирается в то, что со временем все, все не очень здорово. Так, 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 про векторы уже ответил. О, ну ладно, раз вас тут много таких, кто хочет что-то про векторы, то давайте про векторы. Когда на карантин? Ну, если верить официальной статистике, то в Московской области и в Долгопрудном, в частности, все не настолько плохо пока, да? Потому что по официальной статистике что-то типа в 10 раз меньше заболевает людей в Московской области, чем в Москве, а учитывая то, что тут количество людей, ну, по порядку увеличены, почти такое, ну, может быть, раза в два меньше, то пока все не так плохо. Но если будет плохо, вот наш московский офис нам уже написали там, что вот просьба не приезжать и работать удаленно, ну, там, для других сотрудников, которые регулярно каждый день ездят. В Долгопрудном вроде пока все не настолько плохо, но как только будет плохо, ну, значит, буду, как в прошлом году, вести стрим из балкона. Посмотрим, насколько это будет жестко, когда наступит зима и на балконе будет холодно. Но пока, пока я вроде к этому готов. Знаете ли Бориса Бояршинова? А, ну, это такой физик какой-то, да? Ну, в общем, у него есть канал на Ютубе. Я что-то видел случайно. Но я лично не знакомый, ну, как бы не то, чтобы я сильно знаком с его творчеством. Я знаю, что он существует, но это все. Были ли у вас мысли уехать за границу в Англию, в Оксфорд какой-нибудь? Ну, смотри, как бы возможностей много было, да? Потому что, когда ты занимаешься наукой, то к тебе регулярно там прилетают какие-то предложения поехать дальше, там, учиться работать на пусток. Вот, но не знаю, меня почему-то никогда не тянуло. Может быть, в первую очередь из-за того, что у меня всегда английский был не очень хороший. Вот, ну, не настолько хороший, чтобы прямо жить на нем, да? Общаться, разговаривать, учиться. Но кажется, что это не такая большая проблема. Понятно, что если бы я уехал, то за полгода можно было научиться. Просто всегда, особенно вот тогда, когда я активно занимался наукой, мне не было интересно заниматься чем-то одним, да? И тогда же параллельно я вел всякие разные занятия, там, в школе и кружки, и какие-то, там, алгебру, геометрию вел в школе. Плюс в институте работал. Я понимал, что если я куда-то уеду, то вряд ли я смогу заниматься много чем. Придется там выбрать что-то одно и сидеть там, значит, заниматься наукой. И вот на тот момент мне это было прям совсем неинтересно заниматься чем-то одним. И, как бы, мне кажется, это была основная причина, почему я, как бы, никуда не уехал. Вот. Ну, мне кажется, что можно развиваться где угодно. По крайней мере, мне гораздо комфортней с точки зрения, там, окружения, языка, общения, жить, жить в среде, в которой я вырос и родился. Вот. Пока так. Вот. А дальше как жизнь сложится? Не знаю. Посмотрим. Сейчас такой мир, когда можно и учиться, и работать онлайн из любой точки. Так что, в принципе, я не исключаю, что когда-нибудь я захочу там с семьей попутешествовать, уехать на пару лет куда-нибудь и спокойно оттуда работать, да. Вот. Посмотрим. Но пока таких идей нет. Встречаетесь с Малковой или СМО? Нет, про Малкову. Ну, я знаю ее. Она даже что-то мне писала, мы там какие-то вещи обсуждали. Она мне приглашала какой-то вместе стрим сделать. Это еще года два-три назад. Но мне почему-то было неинтересно. Но мне не очень там нравятся ее подходы какие-то. Вот. А СМО, ну вот был этот, как это, ЧГК математиков называлось. Вот это единственное наше место, где мы типа виделись. И то это было онлайн. Поэтому тоже не пересекались. Но я вообще мало с кем пересекаюсь. Я же такой интроверт, сижу себе спокойно в своем долгопрудном. Никуда не вылезаю. Вы знакомы с Дмитрием Алексеевичем? Ты давай, это по фамилии хотя бы? Или это Алексеевич это фамилия? Нет, я так не умею. Я по имени, отчеству вообще людей неплохо помню. Тем более, чтобы восстановить человека, зная только имя и отчество, я думаю, что без шансов. Дмитрий Алексеевич, руководитель империарда направления Школкова. А, вот ты о ком. Меня на самом деле вообще это вымораживает. Они же все такие молодые, там, от 20 до 30 лет, но вот называют друг друга по имени, отчеству и не называют фамилии. Если про него, я, конечно, знаю. Вот, мы много с ним пересекались еще с тех пор, когда он был школьником. Вот, по-моему, хотя у меня плохая память, я могу его с кем-то путать, но вроде как я его учил на фистехе на первом курсе. Вот, так что мы с ним, ну, по крайней мере, раньше много пересекались. Ну, в том числе, там, на всяких этих, как его зовут, метод-комиссиях, там, по подготовке вариантов сероса. Вот, на каких-то олимпиадах. Сейчас я стал чуть меньше во всем этом участвовать, поэтому и реже с кем-то пересекаюсь, в том числе и с ним, но в целом мы с ним хорошо знакомы. У меня даже когда-то, знаешь, тоже 100 лет назад, года 3, наверное, назад, они в мае в Школково, причем Школко еще маленький был совсем, там, у них канал на Ютубе был, типа, 10 тысяч человек, что-то такое. Они устраивали такой непрерывный марафон, когда целую неделю, круглосуточно, у них были какие-то занятия на Ютубе, вот, и он меня звал, говорит, может, ты тоже придешь, что-то повещаешь. Я говорю, не, извини, у меня там, как раз я назначил кучу своих однодневных курсов, у меня там за неделю своих было 50 часов занятия, я говорю, не, я уж точно ничего не способен, так что вот, ну, это было давно, а так, чтобы прямо лично пересекаться, не знаю, я думаю, что лет 5 я его не видел. Не называйте людей по имени, отчеству, это вообще ничего не говорит о человеке, ну, в смысле, я не могу вспомнить о ком-то, спрашиваешь. программисты или математика, почему? Да нет, ну, что значит? Ну, я математик, потому что мне прогать не очень нравится, да, а кто-то программист, потому что ему там чистая математика не очень интересна, мне кажется, это индивидуально, не бывает такого, что что-то подходит всем, да, что каждому нужно быть там либо программистом, либо чистым математиком, поэтому, ну, обычно, причем, это все равно У людей сильно переплетено, да, те, кто считают себя программистами, они же все равно достаточно круто шарят в математике, если это крутые программисты. Ну и наоборот, люди, которые занимаются математикой, они обязаны хоть немножко уметь прогать, по крайней мере, чтобы какие-то там свои гипотезы проверить, что-то такое простенькое посчитать. Поэтому в основном люди умеют в это все, да, просто кто-то чуть больше тяготеет к чистой науке, а кто-то чуть больше тяготеет к каким-то приложениям, в том числе и с помощью программирования. Поэтому не бывает такого, что одно хорошо, а другое плохо. Со скольких лет у вас длинные волосы, я последний раз постригся после девятого класса, ну так прям, постригся, короткая стрижка была, вот. Ну и как бы в одиннадцатый у меня уже это был хвост, и с тех пор вот прическа какая-то такая, так что много лет, уже больше двадцати лет. Вот. Удобно ли это? Сложный вопрос, знаешь, это что-то, к чему я привык, это просто, я не помню себя другим, поэтому мне сложно с чем-то сравнивать. Возможно, если побриться на лысо, то будет проще, хотя шапочку надо носить и еще что-то такое. Вот. Но это не то, о чем я задумываюсь каждый день. Это проще с точки зрения, что там не нужно регулярно ходить в парикмахерскую, там что-то это самое, думать о том, какая длина волос у тебя, что челок слишком длинный и лезет в глаза. Вот-вот я лишен таких проблем. Извините за вопрос, хотел спросить. Выгра в планшет, за сколько покупаете, если не секрет, и у вас доска в планшете устроена, лист? Нет, у меня нет, ну то есть у меня был графический планшет когда-то, года три назад, я что-то пытался делать, и можно даже найти какие-то ролики у меня на канале, когда я делал с помощью графического планшета. Но вот когда все это прижало и нужно стало работать из дома, я понял, что графический планшет мне не очень подходит, мне не очень комфортно не видеть то, что я пишу. Поэтому это не графический планшет, это я у жены стащил айпад с пером. Вот, ты просто вот на айпаде, как обычной ручкой пишешь, все видишь, и это через шнурочек видит компьютер и транслирует это школьникам. Вот, никаких там виртуальных досок, никаких графических планшетов я для занятий не использую, поэтому не смогу тут ничего подсказать. Как сейчас ФУПМ? Ну нет сейчас ФУПМа, ты же знаешь, надеюсь, если ты думаешь про физтех, ты должен знать, что там происходит. Я даже вот недавно встречал ребят, когда шел мимо физтеха, что-то общались, спрашивал там, кто с какого факультета. Пока они еще мыслят в категориях там ФУПМ, РТ, ФОП, но фактически этого уже нет, да, там весь, все факультеты пообъединяли, это стало называться пятих или что ли шесть школ, вот, и ФУПМ, это часть одной школы, уже, я думаю, через пару лет никто и не будет помнить этих названий. Ну а так, да, это такой, ну, возможно, сейчас не очень понятно, что это за факультет, просто когда я учился, это такой был самый математический факультет, ФИФТа тогда еще не было, ФИФТ появился как раз, когда я был где-то там на третьем-четвертом курсе, и это было совсем не то, что сейчас, тогда он появился как такой экономический факультет, и на него перебросили ребят из всех других факультетов, где были какие-то группы, связанные с экономикой, и вот это такой был факультет, скорее, про экономику, вот, и он в нынешнее состояние пришел, не знаю, может быть, лет десять назад, извините, вот, когда он стал такой факультет, скорее, программерский, и когда я учился, там был единственный факультет такой больше про математику, это вот ФУПМ, а сейчас кажется, что люди, кто хочет заниматься математикой и почему-то идти на ФИФТех, идут на ФИФТ, и вот, ну, скорее так, смотри, если ты хочешь заниматься такой прикладной математикой, математикой, которая куда-то прикладывается, да, то если ты хочешь прикладывать это в сторону, там, программирования, да, то это ФИФТ, если ты хочешь прикладывать ее в физику и во что-то такое, то это скорее ФУПМ, да, там, куча разных баз, которые готовят вот именно таких, ну, знаешь, там, математическая физика, там, вот такие вот вещи, да, это вроде как имеет отношение к физике, но в большей степени математика, ну, даже какой-нибудь ТЕРФИС, это по большому счету такая довольно серьезная математика, вот, поэтому, ну, я себе это делю так в голове, да, что на ФИФТехе есть два факультета таких про математику, ну, где математика в большей степени, чем везде, ну, и вот одно больше про приложение в программировании, другое больше про приложение в физику и что-то такое. Вы на Ютубе с программой ОБС, да, 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 я где-то, кстати, рассказывал в каком-то видео, по-моему, в каком-то стриме, через ОБС транслирую, да, и ОБС, он просто подцепляет мой айпад, как внешнюю камеру, вот, и поэтому я там в ОБС просто транслирую два изображения, изображение себя и изображение вот с айпада, да, через ОБС это все. Какие курсы советуете по физике, кроме Пенкина? Я мало чего про курсы знаю, тем более по физике. Ты имеешь в виду на каких-то сторонних площадках? Не знаю никого. А, ну, в смысле, я кого-то знаю, да, я вспомнил, что я кого-то знаю, но я не знаю, как он ведет, поэтому я бы не готов сейчас чего-то тебе советовать. Сейчас, секундочку, что-то дети пришли, что хотите? Хочем домой. Все, ладно, ребят, через пару минут заканчиваем, дети хотят домой. Давайте еще пару вопросов и пойдем. Ну, пока свои рюкзаки доберите. Так, давайте, все, дети заканчивают. Надоело детям гулять. Как вы думаете, почему в рейтингах лучших вузах РФ Форбс МИСИ стоит выше, чем другие технические вузы? На самом деле, к этим рейтингам надо очень аккуратно относиться. Там, просто посмотри, по каким критериям они считаются, и отсюда можно сделать какие-то выводы. Там часто критерии не относительные, а абсолютные. Абсолютное количество крутых профессоров, количество крутых выпускников и так далее. И тогда какие-то небольшие вузы типа физтеха, они в этом проигрывают, потому что они, в принципе, небольшие, и там не очень много профессоров и не очень много крутых студентов, просто потому что там студентов мало, да? Ну, если там сравнить с какими-нибудь университетами, где набирают 10 тысяч человек в год, и в физтех, где набирают, ну, сейчас около тысячи, понятно, что по ряду показателей физтех будет проигрывать. Что думаете про 24-часовые стримы Школкова? Ну, с точки зрения там прикольно, да, прикольно. С точки зрения проверки себя, что вот типа я это могу, это тоже прикольно. Но с точки зрения школьников, не знаю. Ну, то есть, как бы, если они смотрят записи, то одно дело. Если они смотрят это в онлайне все 24 часа, то это скорее вредно, чем полезно, да? Все-таки там сильно корежит свой график жизни, особенно там за неделю до экзамена. Это то еще удовольствие. Вот. Но в целом, если это воспринимать как какой-то видеоконтент, который ты будешь потом смотреть там в течение недели по 2-3 часа каждый день, то почему нет? Хотя мне кажется, что в какой-то момент преподаватель начинает тупить. Я часов через 10 начинаю тупить. Если у меня там 9 часов занятий в день, то все немножко это самое... Ну, в какой-то момент я начинаю чувствовать, что я уже не очень адекватен. Ладно, ребят, все. Детям надоело гулять. Поэтому всем пока. Увидимся еще когда-нибудь. Хорошо? Хорошо.